привет дорогие друзья с вами как всегда маша и вы на канале вкусно просто и доступно сегодня готовим колбасу друзья магазинная колбаса даже рядом не стояла с такой она безумно вкусная а все кто пробовал не верит что мы готовим такую колбасу домашних условиях а если вам интересно как приготовить такую колбасу смотрите дальше и так нам нужно мясо мясо сегодня у меня свинина говядина и также я добавляю еще сало свинину лучше всего использовать лопатку и конечно же говядина для того чтобы колбаса хорошо держала форму начнем с того что говядину я нарезаю на большие куски ее нужно пропустить через мясорубку конечно же вы можете очень мелко измельчить говядину но колбаса будет не настолько плотным благодаря тому что мы прикрутим это мясо через мясорубку колбаса будет плотная все ковядина подготовлена займемся салом из сала обязательно нужно снять шкуру смотрите друзья так я использую свинину достаточно не жирную а лопатку я добавляю вот такое белое сало оно еще и красиво будет смотреться потом разрезив готовой колбасе если же вы будете использовать жирную свинину тогда сало не добавляйте но лучше всего моя рекомендация это использовать лопатку и конечно же мелко нарезанное сало чтобы легче измельчать было сало его можно слегка подморозить но мы используем все свежее потому что это намного вкуснее нежели мясо после заморозки ну а свинину я уже буду нарезать большими кусками чтобы колбаса в итоге получилось у нас как рубленая видите я не мельчу мясо если в кусочках мяса попадается лишний жир или пленки я его удаляю ну все все продукты подготовлены соединяем все виды мяса и дальше нам остается только оболочка наибольшие вопросы вы задаете мне где же ее взять смотрите конечно же если есть возможность у многих людей кто заколит кабанчика есть домашняя оболочка я же покупаю в супермаркете видите она уже готовая очищенная засоленная ее нужно хорошо промыть нескольких водах и обязательно пропустить воду через саму кишку все я ее замочила на несколько минут и подготовлю оставшийся фарш чеснок пропускаем через мясорубку я люблю много чеснока в колбасе и добавляем соль друзья для такой копченой колбасы мы всегда используем нитритную соль у меня 0 5 процентная если вы используете такую процентность нитритной соли обычной поваренной соли я не добавляю на 1 килограмм мяса идет 18-20 грамм соли здесь уже пробуйте по вкусу также я добавила перца и приправ к мясу обязательно холодная ледяная вода и все хорошо перемешиваю также смотрите друзья я когда его процессе вымешивания смотрю что он сухой и я добавляю еще воду обязательно воду добавляйте холодную можно добавить кубики льда но это уже по желанию нам осталось только начинить колбасу начиняя ее с помощью электромясорубки это вообще очень и очень просто когда-то мы с мамой вообще начиняли ручной мясорубкой но сейчас такой техникой все делать в домашних условиях намного проще все каждая колбаска готова у меня получилось 7 больших колбас и это все я сейчас друзья накрываю пищевой пленкой и отправляю в холодильник минимум на сутки лучше всего на двое-трое в общем вам нужно дать мясу промариноваться от суток до трех здесь уже как у вас получится отправляю в холодильник и можем пока отдыхать смотрите у меня прошло двое суток и сейчас мы продолжим готовку этой колбасы каждую колбаску нужно хорошо уплотнить видите я оставляла края кишки пустыми для того чтобы потом хорошо можно было все связать и с помощью джута связываем все и сейчас эту колбасу мы конечно же немножко приварим эта колбаса будет копченая но я обязательно перед копчением и все мясо сало отвариваем видите бульон мама отварила уже сало и мясо и в этом же бульоне мы отвариваем колбасу для того чтобы она была с насыщенным вкусом смотрите отправляем в этот бульон колбасу кипящий но мы даже это все не доводим до кипения примерно 10 минут наблюдаем как только уже все начинает бурлить но еще не кипит вынимаем колбасу с воды вот видеть какой колбасы вид коптильня уже подготовлена и сейчас будем коптить друзья если вам интересно как сделать такую коптильню в домашних условиях ссылочку на подробные видео я оставлю в описании под этим видео также там будет рассказано как подготовить замариновать сало и мясо для копчения таким образом колбасу сало и мясо наша семья коптит уже много-много лет берем плотную ткань у нашем случае есть такие еще мешки их хорошо нужно смочить водой и все копте коптим на дровах конечно же это дубовая можно добавлять фруктовые слива яблоко груша вишня какие у вас есть нужно следить чтобы не было сильного огня время от времени этот огонь поливаем водой чтобы было больше дыма и минимум огня и все как-то так происходит процесс копчения он занимает от 4 до 7 часов все зависит уже от того какой степени копчености вы хотите коптится уже колбаса и мясо 2 часа уже появился цвет конечно же аромат но этого мало мы продолжаем дальше и вот прошло 4 часа я думаю что колбаса уже готова да она хорошо прокоптилась уже со всех сторон и мы уже ее вынимаем но сало и мясо мы оставим еще на часик полтора еще раз повторюсь если вам интересно как коптить сало и мясо домашних условиях ссылочка на ролик будет в описании под этим видео ну а колбаса конечно же получилось бесподобно нам уже не терпится ее попробовать сало оставляем коптить а мы пошли уже пробовать колбасу остывать ее оставляем вот таком вот подвешенном виде с нее стечет весь лишний жир и она остынет а я сейчас покажу вам разрезе колбасу когда она еще немножко теплая посмотрите она очень сочная безумно ароматная и вкусная все настолько по вкусу вам просто не передать это обалденная закуска конечно же и такую колбасу вы никогда не купите в магазине так как у нас здесь настоящее домашнее мясо все приготовлено с любовью ну и оставляем остывать и на следующий день я хочу вам показать охлажденную эту колбасу в разрезе конечно же на следующий день она уже не настолько яркого цвета но внутри она безумно красивая видите это то о чем я говорила что сало в разрезе будет красиво смотреться если нарезать его кубиками она отлично держит форму видите как я тоненько нарезаю для путербродов для перекусов для мясных нарезок это самое то мы готовили эту колбасу на праздники и все наши гости которые ее пробовали не верят что такую колбасу можно приготовить в домашних условиях а я же вам рассказала и показала все тонкости ее приготовления ну что ж друзья я надеюсь что такое видео вам понравилось если же так подписывайтесь на мой канал и не забывайте про колокольчики до новых встреч всегда на канале вкусно просто и доступно готовьтесь любовью и будьте здоровы пока пока